Политику двойных стандартов, которая процветает на Западе, обсудим с гостем на прямой связи с нашей студией. Доктор политических наук Татьяна Полоскова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, попытки представить Армению в качестве миролюбивой страны жертвы не прекращаются. И что примечательно, такие заявления делают страны, у которых у самих не такая чистая репутация. Взять только Канаду. Мед этой страны не так давно выступила заявлением, где говорилось о важности обеспечения прав армян на возвращение в Карабах. Но если вспомнить, как канадское правительство обошлось с коренным населением своих территорий, возникает вопрос, может ли такая страна в целом делать заявление о якобы несправедливом отношении к армянскому населению. Не стоит ли задуматься о том, какое отношение у Канады к коренным жителям своей страны? Давайте начнем с того, что Канада не такая уж самостоятельная страна, чтобы делать какие-то самостоятельные заявления. До июля Канада относится к британскому Содружеству Наций, и до июля Канаду возглавляет король действующей Великобритании. Да, де-факто это демократическая парламентская республика, но тем не менее, влияние есть, оно большое. Второй момент. Канада очень серьезно зависит экономически и политически от Соединенных Штатов, что, соответственно, накладывает отпечаток. А в-третьих, вы знаете, а с какой стати Канада вообще делает замечание Азербайджану? Я что-то не припомню, чтобы Азербайджан когда-то находился под протекторатом Канады. Я что-то не припомню, чтобы Канада, как Китай, кому бы то ни было, щель раздавала инвестиции. Как известно, сейчас более половины мира под китайскими инвестициями, они хотя бы имеют какое-то моральное право делать замечание. А Канада-то с чего вдруг делает замечание? Давайте посмотрим, что такое Канада. Вы совершенно правильно вспомнили ситуацию с коренным населением, но это ведь не все еще. У центральных властей Канады очень серьезные проблемы с внутренним сепаратизмом в том же Квебеке. Во-вторых, Канада это страна, где официально узаконен лоббизм, и лоббистские структуры развиты там достаточно сильно. Я не буду упоминать про украинскую диаспору и лоббистские структуры, они известны, но там проживает почти 60 тысяч армян официально. Естественно, армянская диаспора имеет там серьезные лоббистские коридоры, чтобы влиять на какие-то заявления и принятие решений. И еще немаловажный момент, что такое современная Канада. Это страна, где самый низкий уровень плотности населения, там практически заселены, только часть территории заселена. Все остальное, куда приезжают работать вахтовым методом, или вообще все это еще не освоено. Так может быть, Канаде имеет смысл заняться своими проблемами? Я считаю, что у нас почему-то совершенно неправильно сложилась такая ситуация, когда есть определенная группа стран. Я Европу имею в виду, в частности Францию, и Канаду в данном случае с другого полушария, которые почему-то считают, что если они в свое время разными праведными и неправедными путями нажили капитал, если они богаты, то они могут делать замечания всем другим странам. Во-первых, знаете, в основном все эти богатства наживались либо за счет колоний, как у Франции, либо за счет каких-то других источников, в том числе ограбления местного населения. Если у меня сосед вор, это еще совсем не означает, что раз он живет богаче меня, он может мне давать указания, как мне жить. Я в данном случае имею, я, в общем-то, прямым текстом говорю о тех странах, которые сейчас почему-то думают, что могут определять международную повестку. Я считаю, что с этим надо однозначно бороться. Я считаю, что совершенно неправильную позицию занимает Европарламент, который постоянно всем указывает, что делать, и даже заявляет, что надо посадить каких-то президентов, я не буду называть их фамилии, это касается Латинской Америки. Да, ситуация неоднозначная. А какое дело Европарламенту? Я думаю, что процесс, который сейчас происходит, формирование каких-то новых параллельных структур, многосторонних, это процесс, в общем-то, позитивный, во всяком случае, хотя бы будет какая-то альтернатива. А так Канада сама ничего не может принимать. Она действует по указке Британа, североамериканского, британского лобби и лобби Соединенных Штатов, и тут ее даже слушать смысла нет, это не ее песня. Пускай сначала сами добьются независимости, потому что, повторюсь, до июля они все еще находятся под британской королью. Вот, кстати, еще не стоит забывать, что Армения – это страна, которая сама проводила этнические чистки, преступления против человечности, изгнала азербайджанцев со своих родных территорий, совершила такие преступления. Вот почему на эти факты закрываются глаза и приводятся несуществующие факты, о якобы изгнании населения армянского происхождения из Карабаха, которая уехала оттуда добровольно, по собственному желанию. Ну, вы знаете, я уже говорила, как-то еще раз повторюсь, сейчас формируется новая архитектоника мира, новая геополитическая реальность, новые центры притяжения, и Азербайджан, который становится, уже стал значимой фигурой в региональном пространстве и совместно с союзниками может в перспективе, я думаю, займет очень значимая позиция в мировом сообществе. Конечно, он вызывает раздражение, как новая фигура, новый игрок. В Европе, в принципе, еще новому миру предложить нельзя, у них нет никаких ни концепций, ни идей, у Франции нет даже идеи, как работать с заморскими территориями. Заморские территории Франции есть, а концепции, как работать в новых ситуациях, у них в новой ситуации, в новых реальных, у них нет. Поэтому Макрон поет свою старую, так сказать, петушиную, простите, песню в курятнике своем, ну вот, и в результате, когда Макрон заявляет, что Франция готова стать, подставить плечо Армении, Армения подставить плечо Франции, ну, вы знаете, если бы мне такие страны предлагали подставить плечо, что он, горы у нас тут нет, я бы в лес убежала. Но это все совершенно несерьезно. Это борьба за бывшие привилегии, за бывшие влияния, которое уже ушло, оно уходит. И что касается качества, вот ваши должностные лица отметили, что это госпожа из Канады, по-моему, министра иностранных дел, жаль, и которая выступила с заявлением с упреками в адрес Азербайджана, она, по-моему, вот, была отмечена, что она не знает многих деталей и многих фактов, которые, в общем-то, должна была по статусу знать, так я не удивлена. Сейчас качество в той же дипломатической службы в Европе, оно очень резко упало, и в Америке тоже. Да, есть добротные дипломаты, как мне рассказывали, вот в Организации Объединенных Наций, в частности, представлены добротные очень дипломаты из США. Так, простите, что имеем, то имеем. Поэтому, с одной стороны, это элементарный безграмотный, с другой стороны, работа по методичкам, как у нас выражается, что сказали, говорят, то и говорят, то и говорят, своего мнения не имеют. А в результате все это закончится тем, что Европа, да и Соединенные Штаты постепенно сползут на обочину мирового политического процесса. Не надо думать, что у них там тоже все замечательно. Сложности сейчас везде. Поэтому я считаю, что, в общем-то, это, конечно, показатель тоже вот этих сдвигов в геополитической реальности. Мы скоро увидим совершенно новую карту мировых игроков. Я думаю, что при вашей жизни точно, может, и я еще доживу. Будем следить за развитием событий. Большое спасибо, что подключались к нам. Я отмечу, на прямой связи с нашей студией была доктор политических наук Татьяна Полоскова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!